Если он фантазирует о таких вещах, тогда это грех. Ну, при любодеянии ты это правильно так и не назовешь, но это грех. И ему нужно просить у Господа прощения, исповедовать перед Господом этот грех и заключать завет за своим глазами. Но также ему будет полезно найти кого-то, к кому он мог бы обратиться и попросить его регулярно об этом спрашивать. Было ли в твоей жизни за последнее время такое, чтобы ты смотрел на людей, на мужчин с похотью? И полезно также находить партнера по подочетности в таких сферах. Что ты рассматривал, к чему-то, испытал похоть? Таким образом вы сможете кому-то помочь. Это отвечает на вопрос? Ключи к чистым мотивам. Нет, давайте вернемся немножко к тому, что мы до этого рассматривали. Поведение, которое созидает доверие. Мы еще не закончили. Будьте лояльными. Будьте лояльными. Это четвертый? Будьте лояльными. Это... Это будет следующий пункт. Если у вас он четвертый, то он четвертый. Будьте лояльными. Я надеюсь, что Антон объяснит. Он сказал, что объяснил. Худшее, что вы можете сделать, это когда у кого-то возникает какая-то жалоба о лидере, и вы говорите этому человеку, да, это огромная проблема. В этот момент вы не являетесь лояльными по отношению к этому лидеру. И это действительно может быть так, но публично. Но публично публично вы не должны предавать единство, которое есть в команде лидеров. Если у людей есть споры и есть какие-то жалобы, какие-то аргументы, не подпитывайте их, не подогревайте их, говоря, ну да, у нас в команде лидеров есть определенные проблемы. Что вы можете сказать им, хорошо, мы обсудим это на встрече команды лидеров. Таким образом, вы не предаете команду, вы остаетесь лояльными команде лидеров. Что происходит во многих церквях, когда возникают трения в лидерской команде, к разделению приводит, то, когда один из людей в команде лидеров начинает говорить другим людям о проблемах. И верующие прекрасно знают, точно знают, к какому лидеру они могут обратиться, чтобы он рассказал во всем, что происходит в команде. Верующие прекрасно знают, к кому обратиться за этим. Потому что этот человек не является лояльным, не лоялен к своей команде. Да, Антон, я же хочу правду говорить, я не хочу лгать. Вам не нужно лгать. Помните, любовь покрывает множество грехов. Это значит, что мы не потакаем греху, но ваша любовь покрывает человека, и вы не выставляете это наружу публично. Особенно, если рядом этого человека нет, чтобы он мог что-то сказать в свою защиту или что-то сделать в свою защиту. Ну, представьте себе. Максим и Мануэл работают в одной команде лидеров. И у меня есть жалоба в отношении к Мануэлу. И я иду к Максиму. Я говорю, Максим, этот товарищ Мануэл, не так нравится его отношениям. Совершенно. То, как он с людьми обращается, ужасно. Что ты не должен говорить, ты не должен говорить, я знаю. Потому что в этот момент ты перестаешь быть лояльным. Но что ты можешь сказать? Ну, если ты так считаешь, возможно, нам нужно будет поговорить об этом на команде лидеров. Этим самым ты не подтверждаешь то, что он сказал. И ты возвращаешься в то место, где это должно обсуждаться. Аминь. Всегда сложно в лидерской команде. Потому что то, что обсуждается в лидерской команде, должно оставаться в лидерской команде. Решение, которое принимается на лидерской команде. Все лидеры в согласии. На следующем собрании. И вдруг один из лидеров меняет свое решение. Он сам поменял свое решение? Или кто-то помог ему поменять его решение? Помогли? В некоторых ситуациях человек сидит за столом на встрече лидеров. Но он является просто непосредственным продолжением своей жены. Он рассказывает о том, какие решения были приняты дома. А жена с этим не согласна. И он очень послушно возвращается на следующую встречу и говорит, что с этим не согласен. Но здесь такое никогда не происходит. Правда? Лояльность, это лояльность, означает, что вы не предаете единство команды. Потому что однажды люди начнут нападать на вас. и попытаются вбить клей между вами и остальными. И будут говорить вещи о вас. И тогда вам бы очень хотелось, чтобы ваши братья вас прикрыли. Конечно, это может быть правда. И возможно, с этим нужно будет разобраться. Но вы не выносите это наружу, вы разбираетесь с этим на вашей встрече. Будьте лояльны. Я не говорю покрывать грехи. Но обсуждайте это там, где это должно обсуждаться. Для внешнего мира мы одна команда. Аминь. Показывайте результаты. В конце вам нужно будет предоставить и показать результаты. Слова, это еще не результаты. Дела, это результаты. Пример. Молодой человек начинает работу, становится специалистом по продаже. Ему нужно обзвонить людей, попытаться что-то продать. И босс спрашивает, ну начальник спрашивает, что ты сегодня делал? Он говорит, я тут много звонков сделал. Начальника не интересует, сколько он звонков сделал. Начальнику интересно узнать. Продал ли он что-нибудь или хотя бы получил ли он заказ? Понимаете, что я говорю? О, я сделал много. Папа спрашивает ребенка, сына или дочь, ну как дела сегодня в школе? Он говорит, ну я провел исследование, написал доклад. То, что папа на самом деле хотел бы узнать, что сын сдал все-таки этот экзамен. То есть я пошел в школу, сходил в школу. Да, здорово, что сходил. Чему-нибудь научился? Между словами и делами есть разница. Необходимо, чтобы что-то было произведено. Стремитесь к золоту. Между хорошим и самым лучшим есть разница. Медиокрисия Посредственность Это не хорошо. Помните, что в Откровении написано? Хотел бы я, чтобы это был либо горячим, либо холодным. Но ты теплый. И Господь говорит, я просто извергну, выблю на тебя из своих уст. Для Господа это тошнотворно. Теплота это как раз и есть посредственность. И этого недостаточно. Будут такие моменты, когда из-за обстоятельств вы не можете делать самое лучшее, на что вы способны. Но если вы хотите, чтобы созидалось доверие, тогда всегда старайтесь делать самое лучшее, на что вы способны. Когда наступает такой день, когда вы не можете выложиться на 100% сделать самое лучшее, Лидер поймет. Потому что он знает, что вы всегда делали лучшее, на что способны. Но если вы всегда делаете самое лучшее, на что вы способны, тогда он не может доверять вам какие-то вещи. Потому что он знает, что даже в том, что важно, у вас есть такое отношение, что вы не выкладываетесь. Мне нравится это в Иосифе. У Иосифа было видение, что однажды он будет царем, и все ему будут клавиться. Я думаю, что ему самому это очень понравилось. Это произошло дважды. То есть это было подтверждение, правда? Большая ошибка, которую он совершил, что он настолько возгордился или гордился этим, что рассказал об этом своим братьям. Бог говорит ему, вот что я собираюсь сделать с твоей жизнью. Но он еще не достиг этого момента. И вы знаете, что произошло. Братья его побили, бросили в яму и продали в Египет. Господи, это совсем не то, что мне приснилось. Господь, это не то, что ты мне показывал. Продали Путифору. И он старался изучить. Работал очень напряженно. Знаете почему? Он делал это не для Путифора. Он делал это как для Господа. Он делал это как для Господа. Затем его предали. Его Господин поверил в эти обвинения. Или же Господин не хотел перечить своей жене. Чем закончилось? Он оказался в тюрьме. Господи! Как это получается, что со мной вот такое происходит? Совершенно не похоже на тюрьме. Когда же я найду свое предназначение? Но он так не говорил. Он начал работать. И работал очень хорошо. Знаете почему? Потому что он делал это как для Господа. И потом он объяснял сны Виночерпию и Хлебодару. Он объяснил им их сны. И все произошло в точности, как он объяснил. Хлебодара казнили. А Виночерпия вернули на его место. И Иосиф сказал, замалови словечко за меня фараона. На это ушли годы. Не просто несколько дней. Даже не месяц. Прошли годы. Как бы вы себя чувствовали? Вы бы продолжали делать все так, как для Господа? И вдруг этот Виночерпий вспоминает. Я знаю одного человека, который может сны истолковывать. И тогда наконец обнаружилась та цель, ради чего все это происходило. Это очень хороший пример. Для тех, кто жаждет вырасти, возрасти в служении. Для тех, кто получил пророчество. Что они будут кем-то важным в Царстве Божьем. И они начинают служение. Они служат в церкви. Они нетерпеливы. Потому что сразу же это не происходит. И они расстраиваются. Потому что пастор на них внимание не обращает. И пастор не дает им делать больше. И он говорит пастору, пастор, мне сон приснился. И Бог показывал мне. И они так боятся, что пастор встанет на пути исполнения их мечты. И что они делают? Они уходят из церкви. Чтобы достигать свою мечту. Потому что они не доверяют пастору. Потому что пастор не помогает им стать кем-то значимым. Узнаете кого-нибудь в этом? Узнаете? И молодые люди уходят. Начинают свое собственное служение. Терпят поражение. И не потому что у Бога не было. Что на самом деле это не был Божий план для их жизни. Но потому что это служение родилось преждевременно. И мы все знаем, что происходит с недоношенными детьми. Иногда недоношенные дети настолько недоношены, что в них не хватает силы, чтобы выжить. И я видел много молодых людей, на которых действительно было помазание, на жизни которых действительно было призвание. Но у них не было терпения. И они не доверяли своим лидерам. Если у Бога есть план для вашей жизни, никто не сможет остановить Бога. В том, чтобы привести вас к цели вашей жизни. Потому что я верю, что ни один пастор не сможет встать на пути. Но нам нужно ожидать от Господа. У меня такое впечатление, что у вас еще отягощает обет. Будьте реалистичными. Смотрите в лицо правде. Не ожидайте, что если вы только начали что-то делать в церкви, вас буквально завтра пригласят уже на сцену. Как вы можете создать доверие через ваше поведение. Вносите ясность в том, что касается ваших ожиданий. Когда люди получают пророчество. Я скажу одно. Приведу пример из моей собственной жизни. Мне было 10 лет. Когда Бог сказал мне, чтобы использовать меня как миссионера. Но я реалистично понимал, что мне необходимо подождать. Когда мне исполнилось 16 лет. И я уже неделю проучился в библейской школе. Где говорилось о дарах и личности Святого Духа. И там мы все научились пророчествовать. И самое первое пророчество, которое я получил в той неделе. За меня молились. И сказали, Господь пошлет тебя как миссионера к краю земли. Я уже это знал. Но обычно слово от Господа это подтверждение чего-то, что вы уже знаете. Затем сказали, и чудеса и знамения будут следовать. И Бог сказал, что я тебя буду использовать как молот в руке моей для того, чтобы разрушать твердынь. Как 16-летний Антон. 16-летнему Антону это понравилось. Молот разрушать твердынь. Будем разрушать там все. Но я осознал, что это Божье намерение для моей жизни. Что Он собирался производить в моей жизни. Теперь я могу оглядываться на это. И я могу видеть, что именно это слово и исполнялось. Исполнилось. И я здесь, я здесь на этом обучении. И некоторые твердения в вашем разуме я разрушил. Разрушил некоторые вещи, которые необходимо было разрушить. Но я также разрушил вещи и на совершенно другом уровне. В Китае была церковь. Южно-китайская церковь. На которую постоянно нападала полиция. Их лидера арестовали. И арестовали также много верующих. Обвинения были таковы, что Он сексуально злоупотребил сотнями женщин-евангелисток. И что потом мужчина-евангелист их побил за то, что они сдали его полиции. Человека приговорили к смерти. Правительство приговорило. И обычно в течении нескольких недель приговор приводился в исполнение. В Китае не так много времени дается на апелляцию. Видите, в Америке можно сказать... Он не хотел сознавать собрехи. Но он знал, что, ну, смертный приговор расстреляют. А среди его лидеров оставалась лояльность. И они не хотели, чтобы это произошло. И они постарались вмешаться, чтобы ему заменили смертный приговор на пожизненный. Они обратились к христианскому журналисту. И сказали ему, что на самом деле все опьянения ложные. Что в церкви сотни тысяч верующих. И что все нападки только из-за того, что они верующие за религию. Это было ложью. Но это вышло в газете. И эта история зажила собственной жизнью. Президент Буш смог добиться того, чтобы приговор заменили на пожизненный. У них уже не было что-то такое незначительное. Это уже стало раздувать до больших размеров. И потом они начали убеждать китайское правительство, чтобы они выпустили все-таки его из-за этого. Умечательно, это получилось. Он сложил из бумаги такую бумажную шапку, шляпу. У него была свечка. И он говорит, если вы согрешили, он поджег свечку. И пытаетесь спрятать это, что произойдет? Ну, если вы под шапку пытаетесь спрятать, вы сами себя обожжете. Это был замечательный пример. И после того, как он поделился этим, он подошел ко мне и сказал, Антон, мне нужно с тобой поговорить. И в этот вечер он начал рассказывать всю реальную историю. И это все было правдой. Этот арестованный пастор даже разработал какую-то свою особенную теологию, которая позволяла ему оправдать то, что он делал с женщинами. Он учил о том, что Рахав, блудница, которая жила на Иерихонской стене, оказалась в генеалогии, оказалась среди предков Иисуса. И он сказал, что это произошло потому, что она спала со святыми людьми. Так что если в вашей жизни есть сексуальные рехи, желания, похоти, если вы переспите со святым человеком, то они будут прощены. Это очень круто. Очень круто. Очень круто. Сильный грех, но идея интересная. Это огромное силие. Это очень круто. Это огромное силие. Он был сексуально обманывал почти 200 женщинских евангелистов. Получается, что он имел секс примерно с двумя стами женщинами, которые занимались евангелистами. В результате родилось шестеро детей. И примерно 20% женщин были просто изнасилованы, потому что их держали, пока он совершал свои дела. И я знал, что молодой человек говорит правду. И во время одного из разговоров с женщиной евангелисткой, я расспрашивал ее о том, как она служит в качестве евангелиста. Она сказала, что для нашей церкви нет никакой надежды. Я спросил, почему? Она говорит, что все ужасно, никакой надежды нет. И Дух Святой сказал, что она подвергалась этому сексуальному насилию. И я спросил ее, вас также изнасиловали? И она склонила голову. И сказала, да. Но я сама виновата. Мне нужно было бороться сильнее, мне нужно было кричать. И это типичный ответ жертвы, которая винит себя в том, что это произошло. И в ее разум это даже не приходило. Но я знал, что это правда. И затем я начал подключать людей из Америки. И чем закончилась эта история? Юристы, которые проводили расследование. Уже спустя пять лет после событий. И в течение этих пяти лет отправлялись делегации в китайские посольства с требованием освободить этого пастора. Одна из христианских организаций потратила более полубиллиона долларов на усилия по освобождению этого человека из тюрьмы. Я потребовал того, чтобы у лидеров, которые отделились от церкви, была возможность поговорить с юристами. Потому что эти лидеры были готовы рассказать правду. И у них были также и доказательства. И юристы сказали, ну мы пару дней потратим на обсуждение. Но когда лидеры начали говорить, то буквально в одно утро все эти юристы, работавшие пять лет над этим делом, они поняли, о чем идет речь. Они позвонили тому человеку в Америке, который организовывал всю эту борьбу за освобождение. И они сказали, он виновен. В течение пяти часов, человек, который был в тюрьме, люди начинают жаловаться и очень много времени тратятся в пустую. У людей возникают какие-то скрытые планы. Такая организация, она не будет успешна. Если есть доверие, и когда я говорю о организации, вы можете заменять это слово словом церковь. Тогда это становится здоровым, таким хорошим рабочим местом. Там есть хорошие коммуникации, хорошее общение. Люди смотрят друг на друга, чтобы помогать друг другу. Правил не так много. Есть эффективное сотрудничество. Есть положительные взаимоотношения друг с другом у людей. Развиваются такие успешные системы, в которых все идет ровно и гладко. Возникает множество творчества и инноваций. Есть сильный командный дух. И коммуникация не требует никаких усилий. Во всем есть прозрачность. Люди объединяются для сотрудничества. В людях есть сильное посвящение. Есть доверие, есть лояльность. И работать в такой организации просто весело. Понимаете разницу? Да. Я думаю, что оно того стоит, созидать доверие в вашей церкви. Очень-очень полезно, когда вы человек, которому можно доверять в вашей церкви. Вы должны давать людям доверие. Мы должны доверять людям. Не вслепую. Ну, я доверял своим лидерам. Но лидер хочет самого лучшего для меня. А потом возникает такая ситуация, как с лидером этого культа. И это, оказывается, было слепой доверие. И это глупость. Также это называется наивным доверием. Когда есть недоверие, оно такое осуждающее доверие. Нет, осуждающее недоверие. Видишь? Снова то же самое. Всегда так происходит. Он снова это делает. Есть также доверие с подозрением. А почему он такое сказал? А чего он на самом деле хочет? Насколько это ему самому будет выгодно, то, что мы делаем? А что со всеми этими деньгами, что мы в пожертвование кладем, происходит? Ну, это такое недоверие или такое доверие с подозрением. Мой друг однажды в церкви раздал опросники. В церкви было четыре лидера. Один из них был пастор. И в вопросике было написано. Доверяете ли вы команде лидеров? И ответ был да или нет. Нет, но это была все-таки шкала от нуля до десяти. Еще один вопрос был. Если вам нужно консультировать, вы пойдете к пастору, и были перечислены к пастору или к этому, или к второму, или к третьему, или к четвертому человеку. И когда наконец собрали несколько сотен этих опросников заполненных, только десять процентов написали, что если у них возникнет проблема, они обратятся с ней к пастору. И он сказал, хорошо. Я рад, что они чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы пойти с этим кому-то еще. Если бы он был неуверенным человеком, он бы очень расстроился. Он бы сказал, мне надо это как-то изменить. Они должны в первую очередь ко мне приходить. Но его силу была в проповеди, в преподавании Библии. Он не был всегда в консультировании, в душе по печенью. И это то, что люди тоже увидели. И именно поэтому они были готовы скорее делиться своими проблемами с другими лидерами. Я надеюсь, что у вас самих достаточно доверия к самим себе. И что вы не огорчаетесь так сильно, когда люди бегут за советом не к вам, а к кому-то еще. Хорошо. Наверное, на этом остановимся. Что я сделаю? Я отправлю конспект Виталию.